Дорогие друзья, добрый день! Мы с вами продолжаем наше путешествие по замечательной выставке, которая развернута в залах Музея Модерна. Называется эта выставка «Новатор» и посвящена она архитектору и уникальному человеку Александру Зеленко. Нас с вами сегодня по этим залам вводит научный сотрудник Музея Модерна Елена Житкова. Елена, добрый день! Путь! Здесь представлена акварель, на которой Зеленко зарисовывал архитектурные памятники. Свои строения он вообще не рисовал. Но, видимо, со студенческих лет, а уже на первом курсе Института гражданских инженеров, которые, заметьте, не архитекторов готовили, а просто инженеров-строителей, выдавался альбом, мы его сегодня увидим, выдавался альбом на лето, где нужно было создать не менее десяти видов архитектурных сооружений карандашом. Студентик зарисовывал. И вот так, представьте, несколько лет. И сложилась, конечно, у него такая, наверное, привычка зарисовывать архитектурные виды. Он работает, например, в Армении, в Грузии, где строят в Поте огромный кафедральный собор в 2007 году. И очень много зарисовывает местной церковной архитектуры, храмовой архитектуры. Скорее всего, за Москворечья, узнаваемая церковь в Форосе, Крым. А вот это мексиканская архитектура, это уже калифорнийский период. Нижний Новгород, узнаваемый. Как правило, он не подписывал никак, никаких, конечно, названий не давал. Но это узнаваемая стрелка, павильоны выставки, на которые он точно ездил, потому что в это время он как раз служил в Самаре. Есть письма его самарского периода. И мы знаем, что он бывал в Нижнем Новгороде, встречался там с Горьким, бывал у него в семье, в общем, был с ним знаком. И в этом зале мы рассказываем о его архитектурных сооружениях. Всего он построил около 40 крупных сооружений, не считая мелких, как он писал, многочисленных. Сегодня, если говорить о судьбе архитектора, это кажется вообще просто колоссальной цифрой. А ведь надо учитывать, что он никогда не сосредотачивался на архитектуре, исключительно на архитектуре, он всегда работал на двух-трех работах. Прямо начиная с конца XIX века, то есть ему еще не было традиции, он уже начал преподавать. То есть он всегда преподавал и строил. И здесь есть фотографии его зданий, которые он построил в Константинополе, есть его самарские здания. Очень много фотографий американского периода, потому что они делались как рекламные фотографии, они очень хорошего качества, с печатью рекламного агентства. Фотографии московского периода, в Москве тоже построены им несколько зданий, очень удачных, и которые сохранились до сих пор. Например, учительский дом. Это был первый дом учителя. Это учреждение нового типа, это как раз та новая типология зданий, в чем и заслуга Желенко-архитектора, что он и разработал новую типологию зданий культурно-просветительных. То, что называется народные дома, клубы. Он даже подготовил брошюру вместе с Фоминым. Она называется «Как построить народный дом». Это учреждение синтетического характера, где нужно было свести функции библиотеки, аудиторного зала. Как правило, есть сцена, театральный зал, библиотека, есть кабинеты наглядных пособий, есть комнаты для приезжающих учителей, то есть как общежитие. Есть медицинский пункт обязательно, то есть в одном здании должно быть соединено очень много функций. Этот дом сохранился, сегодня здесь театр Луны. А мы с вами снова ненадолго покинем уютные выставочные залы Музея Модерна и отправимся в путешествие по городским улицам и замыслам архитектора Александра Зеленко. Вот, например, один из этих замыслов – губернская земская управа на Саратовской улице. Это ее проект. А вот и сама управа, ставшая одним из украшений губернской Самары. И здания возле управы, и сама улица Саратовская с тех пор неоднажды менялись. Но главное здание управы, построенное Зеленко, продолжает служить городу и живущим в нем людям. Будете проходить мимо, остановитесь возле него на пару минут, полюбуйтесь им и вспомните о тех, кто строил этот город, эти дома и для нас тоже. Фотографии московских дач, которые не сохранились, к сожалению, в Сокольниках, в Пушкино. И вот фотографии американского периода. Этому дому, например, в Сакраменто повезло. Скорее всего, он строил для русских эмигрантов. Семья с двумя детьми заказывает ему такой большой особняк в мавританском восточном стиле. Этот дом сохранился, и более того, он еще разрабатывает дизайн помещения. Вообще, как архитектор он был универсальный. То есть в его биографии есть здания самого разного направления. Больничная, церковная, фабричная, мосты строил. Мост Бузулуки, есть его фотография. Совершенно другое ремесло. Более того, там нужно было предусмотреть быки, так называемые, которые лед рубили. То есть это вообще отдельное, дорожное строительство, это вообще отдельное. Все подходы к этому мосту, это тоже же подготовили, там мастили улицы, делали съезды, вот эти скосы. Фотография этого моста сохранилась, но он был разобран в Бузулуке в 1928 году. И в Самаре был деревянный мост на Самарке, но он просуществовал недолго. Далее. Он жилые дома строил, причем как многоквартирные, огромные доходные дома в Москве, так и частные особняки. Дачи строил со всем комплексом хозяйства, причем это именно как комплексы, то есть с хозяйственными постройками, с бытовыми. Строил школы, участвовал в проектировании учебных заведений. Вот Московское училище, коммерческое училище им. Сосаревич Алексея, сегодня это исторический корпус Российской экономической академии имени Плеханова. Первый корпус был построен Зеленко. Дом, который построил Зеленко для себя, в японском стиле. Вот здесь Анна Михайловна стоит в кимоно. Здесь фотографии, конечно, такие любительские и шутливые, когда он в белом костюме с бабочкой, с пилой. Это собственноручно. То есть он не гнушался никакой работой. Представьте, он в Самаре был городским архитектором. Спустя какое-то время он едет в поездку в США, ему интересно становится, он идет простым рабочим на стройку, чтобы посмотреть, как это все организовано. Чертежником там работает, десятником. Просто на стройке, чтобы посмотреть, как все это устроено. Собственноручно построили дом. Это вот их адрес. Южная Пасадина. Это сегодня пригород Лос-Анджелеса. Небольшой такой вот деревянный, с перегородками в японском стиле дома. У него была коллекция японских вещей. Он их коллекционировал, начиная с своей первой поездки. А это еще один проект Александра Зеленко. Это русский торгово-промышленный банк. Нет, это не просто банк. Это еще одна настоящая жемчужина Самары. Посмотрите вот на эти башенки, на чудесный орнамент и на лепнину, на замечательный балкончик на углу. Послушайте, о чем говорят. Вот эти люди на тротуаре. Они радуются. Радуются тому, как красиво становится в их Самаре. Да, они знают, что время не стоит на месте. И когда-нибудь здесь, в этих домах и на этих улицах будут жить другие люди. Но это красота и для них тоже. Всего он написал 12 книг. Они на грани архитектуры и педагогики. То есть, если он пишет о детских парках, и эта книга выходит в стройиздате, то там тоже есть педагогический аспект. Если это книга «Города социализма», он участвовал в градостроительной дискуссии, начиная с 1929 года, начинается в стране, вот как раз начинается эпоха пятилеток, строй гигантов, какие строить новые города. Сталинград, Магнитогорск, Новокузнец. Какими они будут? Он очень активно участвует в этой дискуссии и публикует статьи «Будущее общественное питание», «Будущее общественное воспитание». Его доклад «Двухдневное обсуждение» вызывает Дейкрубская, Сапсович и Луначарский, где все выступают, каким быть новому городу. Но он не только теоретик, он непосредственно участвует в планировке Магнитогорска и Сталинграда. Здесь представлены нереализованные проекты. Несколько было нереализованных проектов у Зеленка. Это связано с началом Первой мировой войны. Например, он проектирует огромный дом для французского консульства, в котором был бы и театр, и библиотека, и консульство, и квартира. Это целый квартал был спроектирован. Этот дом не был построен. Он проектирует для торгового доходного дома Михалкова, это отца Сергея Михалкова, вместе с Кондаковым он проектирует торговый дом и доходный. Доходный жилой дом был построен, и в этом доме Сергей Михалков и родился. А вторая часть, торговый дом, не был спроективен, он остался на чертеже. Но самой интересной постройкой является дом общества русских врачей, одной из старейших общественных организаций имени Пирогова. Пироговское общество в Москве. Улица Пирогова, многочисленные лечебные учреждения, научные учреждения. Он спроектировал колоссальный дом, как тогда писали американского типа, с купольной системой. И дом спроектирован в неоклассике. Это уже десятые годы. И если вы посмотрите, даже фасад перекликается с одним из проектов Головкина. В принципе, они мечтали об одном. Храм-дворец наук и искусств мечтал построить в Самаре Головкин, а Зеленка проектировал вот такие большие просветительные организации, как дом общества врачей. Вот раскладка планов четырех этажей. Что здесь есть? Лекционный зал, аудитория, музейный зал. Пожалуйста. Врачебно-санитарные курсы, комиссия гигиенических знаний. Опять же, музей. План театральный, потому что это как клуб такой был. Жилые комнаты запланированы тоже для приезжающих врачей. Библиотека. Это был вот такой огромный, дорогостоящий проект. Но это 1913 год. И, конечно, он не был осуществлен строительством. Красота и надежность. Такими были все дома и здания, построенные архитектором Зеленко. Таким было и вот это здание Самарского коммерческого училища на Соборной улице. Сегодня эта улица – Молодогвардейская. И корпус, в котором учат будущих архитекторов. Наверное, это справедливо. Справедливо, что в здании, построенном по проекту одного из лучших архитекторов Самары, учатся те, кто будет строить завтрашнюю Самару. Главное, чтобы, глядя в будущее, они не забывали о том, что был и день вчерашний. День, когда в этом самом городе жили и работали их предшественники. Люди, любившие этот город и делавшие его красивым и уютным. Именно таким человеком был и он. Человек Самарского возрождения, архитектор, ученый, путешественник, педагог и мечтатель Александр Кустинович Зеленко. Случайно в 1925 году все-таки его пригласила Крупская, и он вернулся из эмиграции. Потому что он писал даже в письмах, что я живу слишком простой бытовой жизнью, и дома разворачиваются события такого масштаба, и он в них принял участие. То есть первые советские учебники, Дальтон План, Американский метод, метод Дьюи, приглашение иностранных специалистов, очень много переводной литературы, которую он редактировал в 1920-е годы. Это как раз был поиск новой школьной системы. Не секрет, что Лувначарский и Крупская симпатизировали, их интересовал американский опыт. И они очень многое хотели из уребежного опыта взять. И Зеленко здесь, конечно, пригодился. Он очень много работал в педагогике, он написал даже свою статью-предложение о новом учебнике, разрабатывал вот эти учебники производственного характера, которые привязаны к местности, когда дети должны непосредственно материал какой-то учебный проверять на местном материале, в местных каких-то кооперативах, лавках, магазинах, заводах. Это движение экскурсий, которое было очень активно в 1920-е годы. Вот все этим он занимается до 1932 года, когда выходит постановление об учебнике, что будет единый советский учебник, тоже все арестовываются, Зеленко опять остается чудесным образом. Ему так еще повезет не один раз. На этом мы закончим наше сегодняшнее путешествие по выставке, посвященной архитектору Александру Зеленко. Архитектору и человеку эпохи Возрождения. Но мы не прощаемся с вами. До встречи. С вами был Михаил Перепелкин.